Расскажите об освещении пищи, как можно освятить пищу, что вы думаете о трансцендентной медитации Махариша Махеш-йоги? Медитация, любая медитация, она может благоприятна. Есть имперсональная форма медитации, насколько я понимаю, это именно та форма медитации Махариши. Махариши, да, это имперсональная медитация, имперсональный образ, некое такое растворение в Брахмане. Это одна из форм медитации, но выше этого медитация на личность Бога, Бхагаван, Бхраман, Параматма, Бхагаван. Бхраман имперсональная медитация, Параматма это Бог в сердце, локализованный аспект, и Бхагаван это личность Бога, источник всего. Сориентируйтесь сами по этому. Но любая медитация, например, приносит благо. Особенно, когда вы общаетесь с Богом или как с личностью. Здравствуйте. У меня два фронта. В общем, ситуация в том, что родители развелись и не живут вместе. Вот, и по причине алкоголизма и всяких подобных вещей. Вот, и я как ребенок должен служить, тем не менее. И отец обвиняет во всем мать, а я, собственно, должен как-то это все улаживать. И все приходит к тому, что я, собственно, просто исполняю все материальные нужды отца, который даже не работает. Должен ли я делать это слепо? И вообще должен ли я это делать? Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. Я хотел бы, ну, мы вот женились с моей женой, и мы хотим сменить фамилию, мы оба, на фамилию моего прабаба, прадедушки. Вот. И имели я на это право, и что за этим может прийти ко мне? Спасибо. Первый вопрос касается родителей, что у них развод, неблагоприятные отношения, есть взаимные претензии, обвинения. Вам приходится служить собственному отцу и защищать также мать, да? Это хорошо. Вы и есть тот спаситель для них, как бы, человек, который спасает их семью, связывает их, объединяет и помогает. Ангелы-спасители сейчас являются. Для них хорошая карма – это вы. У них жизнь такая неудачная. Но хорошая, благочестивая карма выразилась в рождении от сына, который сейчас может позаботиться, как бы терпеть их недостатки и помогать. Это долг. Конечно, нужно о родителях заботиться. Несомненно, даже если это родители не позволяют из себя эксплуатировать, злоупотреблять чем-то. Поэтому, когда вы заботитесь, вы должны также что-то и сказать, что-то духовное, ну, какую-то проповедь, что-то, вот, человека сподвигнут на что-то, на какие-то хорошие вещи. Например, простить мать хотя бы. Ну, то есть, какую-то проповедь вы должны ему дать. Или книги дать, почитать. Как-то возвысить человека, как попытаться. Да, он пьет. Ну, это попытки. Или освященную пищу дать ему. Ну, так или иначе, это долг заботиться. Придется заботиться о родителях. Это нужно выдержать, как испытание. И второй вопрос, что касается смены фамилий. Дело в том, что человек меняет имя, когда получает второе рождение духовного учителя. Вот это важно. Остальное более или менее формально. Ну, тоже может помочь, если ваш прадед или дед был великий человек. И эта фамилия может напоминать о его величии и качествах. Это тоже может, как бы, спроецировать на вашу жизнь многое хорошего. В этом смысле, да. Но наиболее важно именно иметь духовное посвящение, чтобы получить имя уже духовное. Тогда это уже коренным образом меняется в нашей судьбе. Глубоко. Возможно ли почитание старших, но не отца и матери, а бабушки? Ты меряешь ли с ней хорошее отношение? Да, но это особые, вы говорите, вещи. Особенно бабушку. Но и мать, и отца тоже нужно почитать. Это необходимо. Какие бы они ни были, положение отца и матери должно почитаться. Положение, нужно уважать. Не оскорбляйте положение отца и матери. Это не одно и то же. Мать и дочь, или сын, не одно и то же. Не думайте, что вы равны им. Никогда этого не произойдет. Даже если они плохие отец, или плохие мать, неважно. Положение обязывает их уважать. Это необходимость. Даже от плохих отца и матери должны получить благословение. В этом тоже есть сила. Возможно, есть исключение, но я бы не хотел мне сейчас говорить. Это очень больно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok